Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни Прогноз Погоды и его ведущая выпускница Казахстанской медиа-академии Дарига Кулжабаева. В конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах медиа, но сначала о погоде на пятницу 14 сентября. На юго-западе страны Вактау будет солнечно и ясно, осадки не ожидаются, температура воздуха днем плюс 27-29 градусов, ночью плюс 11-13. Ям магнитное поле с незначительными колебаниями. В одном из крупнейших индустриальных и культурных центров страны города Ак-Тубе переменная облачность, временами дождь. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов, ночью будет плюс 10-12. Атмосферное давление в норме. На границе между Европой и Азией в городе Атрау в конце недели будет солнечно, днем осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут плюс 28-30 градусов, ночью малооблачно – 12-14 градусов выше нуля. В центре космических разработок в городе Байконур солнечно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса, ночью – 12-14 тепла. Ветер северо-восточный, порывами до 2 метров в секунду. На побережье озера Балхаш в светлое время суток плюс 18-20 градусов, ночью – 6-8 тепла. Жители и гостей города Жизказган, конец рабочей недели порадует ясной погодой. Температура воздуха днем плюс 19-21 градус, ночью – 9-11 тепла. В Караганде 14 сентября будет малооблачно. Температура воздуха днем плюс 16-18, ночью – 5-7 градусов тепла. Относительная влажность воздуха – 24%. В Кокшетау снова прогнозируют дождь. Температура в дневное время плюс 19-21, ночью – 10-12 градусов тепла. Влажность воздуха – 42%. В Костанайе ожидается дождь. Температура днем плюс 20-22 градуса, ночью – 10-12 тепла. Ямагнитное поле с незначительными возмущениями. У берегов реки Сырдаря в городе Казгаларда снова будет ясно. Температура воздуха днем плюс 22-24, ночью – 4-6 тепла. Ветер северо-восточный со скоростью 6 метров в секунду. На северо-востоке Республики в городе Павлодар ожидается пасмурный день. Температура поднимется до отметки плюс 18-20 градусов днем, ночью – 8-10 тепла. Относительная влажность воздуха – 24%. В городе Петропавловск в кратковременной дожде. Воздух днем прогреется до 12-14 градусов, в ночное время суток – плюс 9-11. Над рекой Вертыш в городе Семей малооблачно. Столбики термометров днем покажут 18-20 тепла, ночью – плюс 7-9 градусов. В городе Талдыкурган синоптики прогнозируют ясный день, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем – плюс 19-21 градусов. Ночью столбики термометров покажут 5-7 тепла, атмосферное давление – в пределах нормы. В городе, где находится мавзолей Карахан-Тарази, снова будет тепло, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем – плюс 22-24 в ночное время. 4-6 градусов тепла. Северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. В казахстанской магнитке в городе Тимиртау облачно, осадки не ожидаются. Столбики термометров поднимутся до 16-18 градусов днем, в ночное время суток – 5-7 со знаком плюс. В городе Туркестан ожидается жаркий малооблачный день. В светлое время суток воздух прогреется до 26-28 градусов, ночью – плюс 12-14. В Уральске кратковременные дожди. Температура воздуха днем – 24-26 градусов со знаком плюс, ночью – 7-9 тепла. Ямагнитное поле с незначительными возмущениями. В Усть-Каменогорске пятница будет теплой и безоблачной, осадки не ожидаются. В светлое время суток воздух прогреется до 16-18 градусов, ночью – плюс 1-3. В городе республиканского значения Шымкенте пятый день недели будет теплым. Днем столбики термометров покажут плюс 23-25 градусов, темное время суток – 13-15 со знаком плюс. В Экибастузе 14 сентября без осадков, днем – плюс 15-17 градусов, ночью – синоптики прогнозируют 6-8 тепла, относительная влажность воздуха – 40%. В Южной столице Алматы облачны, временами дождь, температура воздуха – плюс 14-16 градусов днем, ночью – 2-4 выше 0. Ямагнитное поле с незначительными возмущениями. В столице нашей страны – Астане синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем – плюс 16-18, ночью – 5-7 градусов тепла, северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. В любую погоду заботьтесь о себе и своих близких. Питание должно быть сбалансированным, умеренным и, конечно же, разнообразным. Не забывайте добавлять в свой рацион морепродукты, например, мидии. Мясо мидии – это чистый высококачественный белок. Оно богато фосфатидами, которые благотворно влияют на работу печени. Эти моллюски богаты полезным жиром, в состав которого входят особо полезные полиненасыщенные кислоты. Они улучшают работу мозга и возвращают былую остроту зрения. Научно доказанным фактом является то, что употребление мидии в пищу снижает риск поднякновения онкологических заболеваний, является отменным средством для профилактики артрита, обладает способностью укреплять иммунитет. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Дарига Куржабаева. Будьте счастливы! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия – стань медийной личностью! Нарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», «Метеопрогноз», «Облачная кухня».